Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Мама и четыре ребенка погибли на трассе в Бийском районе. Подробности страшной аварии на Чуйском тракте. На каком этапе ремонт моста на новом рынке и изменился ли трафик с приездом студентов в город? Впервые за 10 лет в Алтайском крае прошел турнир по парному теннису. Женщина и четверо детей погибли в страшном ДТП в Бийском районе. Алтайские следователи возбудили уголовное дело. Вечером 5 сентября на Чуйском тракте произошло столкновение легковой машины и бензовоза. Водитель Хонды выехала на встречную полосу. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 35-летняя женщина, водитель легковушки и ее 4 ребенка от 3 до 16 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель автоцистерны получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. Отметим, в последние дни Алтайский край захлестнула волна аварий, причем со смертельным исходом. Так, на прошедших выходных на дорогах погибло как минимум 4 человека. Инспекторы призывают к предельной бдительности как водителей, так и пешеходов. Алтайский край подошел к пику шестой волны коронавируса. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения региона. Такой вывод он сделал, исходя из анализа статистики прошлых волн. Шестая неделя роста заболеваемости обычно становилась пиковой. Затем цифры шли на спад. Как протекает коронавирус в свою третью осень и планируется ли вводить какие-либо ограничения, об этом расскажем далее. В очередную волну превалирует омикрон, более заразный штамм ковида, который легче переносится. Основная нагрузка, по словам министра, как и весной, легла на амбулаторную сеть. Если в июле поликлиники принимали порядка 700 человек в день, то сейчас около 2200. Но плановую медпомощь никто ограничивать не планирует, как и вводить другие ограничения. Даже масочный режим в регионе лишь в качестве рекомендации. Тяжелых больных немного, как и коечного фонда. У нас сегодня работает лишь 8 госпиталей. 611 коек мы развернули. И уровень загруженности коечного фонда сегодня порядка 86%. Доля тяжелых пациентов невысока. 12 пациентов на утро сегодня находятся в реанимационных отделениях. Но если вдруг сценарий заболеваемости изменится, в регионе готовы развернуть 300 реанимационных коек и увеличить количество госпиталей. И все же прогноз положительный. Коллективный иммунитет дает о себе знать, да и число вакцинированных последние недели росло. За прошлую прививки поставили порядка 15 тысяч человек. Хотя в крае готовы вакцинировать такое количество в сутки. Кстати, наш опрос на улице показал, что прививками уже не пренебрегают. Я довакцинировался в Казахстане, когда был. Давно? Ну, наверное, полгода назад. В прошлом году, весной. Но уже прошло, надо ревакцинироваться, планирую. Раньше прививки не делала, старалась избегать. Болела. Стала делать прививки. Бог милует. Вакцины в регионе достаточно. Как взрослой, так и детской. Взрослым повторно можно вакцинироваться первым компонентом спутника ВИЭТа. Аналог Лайда. Правда, решение прививаться одним компонентом или двумя принимает врач. Чего нынешней осенью стоит опасаться населению, сообщили на пресс-конференции, так это гриппа, который последние два года был фактически вытеснен ковидом. Естественно, снизился защитный, скажем так, коллективный иммунитет у населения. Это не только Алтайского окрая касается, это в целом по странам, в том числе Российская Федерация. Следовательно, поскольку иммунитет снижен, поэтому предполагают, что более серьезно будет протекать вирус гриппа. Поэтому прививаться нынче настоятельно рекомендуют от обеих болезней. Тем более, что поставить прививку можно одновременно, правда, в разные места. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Барнаульского перевозчика вызвали в Комитет по дорожному хозяйству из-за водителя, который неподобающе повел себя с пассажиром девочкой. Водитель транспорта по маршруту 104 взял у девочки тысячу рублей за билет и отказался давать сдачу. Мама ребенка сообщила об этом в соцсетях, а позже в чате поселка Бельмесева выяснилось, что этого водителя знают многие. Люди пожаловались на хамство мужчины. Еще одного ребенка, со слов мамы, он увез мимо Южного в Лебяшку и не пожелал давать сдачу сотни рублей. А у другого пассажира не принял оплату карты. За такое поведение перевозчику предстоит разбирательство с водителем, который должен написать объяснительную. В мэрии подчеркнули, что вопрос на контроле дорожного комитета. Строители готовят котлован под опору для нового моста на всем известном путепроводе. Сегодня наша съемочная группа фактически стала свидетелем этого исторического момента. В графике ремонтной работы и насколько изменился дорожный трафик с началом учебного года, об этом прямо сейчас. Это углубление места для одной из запор будущего моста. Котлован начали готовить именно сегодня. Техника врезается в землю и долбит камни. А тем временем практически завершены работы на теплосетях. Практически на сегодняшний день завершены работы по трубам 630 диаметра. В настоящий момент идет их заполнение водой, чтобы в ближайшее время эту магистраль можно было запустить в эксплуатацию. По трубам 720 диаметра смонтированы практически все участки. В ближайшие дни ожидаем финальную стыковку этих магистралей и точно так же их плановый запуск. К 15 сентября теплосети, как и обещали власти и подрядчик, будут готовы к запуску отопления. В целом бетонные конструкции на трехпролетном путепроводе полностью демонтированы. На восьмипролетном осталось убрать две последние. И можно говорить о начале строительства моста. Тем временем власти мониторят трафик движения. Начало нового учебного года они считали своего рода экзаменом. У нас пять точек мониторинга, пять направлений мониторинга из центра в почти все направления города. Ну, не видим мы на сегодня каких-то осложнений ни в общественном транспорте, ни в личном транспорте. То есть мы остаемся примерно в тех же цифрах. Этот первичный экзамен, как мы для себя говорили, сентябрьский, он пока прошел без определенных каких-то осложнений для нас и, в принципе, для всех пользователей дорожной сети. Даже проездных для школьников и студентов к началу учебного года продали 6 тысяч, что на 500 меньше, чем в прошлом году. Конечно, мониторинг продолжится. Слишком мало дней было, чтобы сделать окончательные выводы, считают власти. В планах регулировка светофорных объектов, к примеру, на площади Октября, где из-за ремонта путепровода заторы периодически бывают. Ну, а следующий экзамен для дорожников – первый снег. Как нам пояснили, к нему уже готовятся. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Специальная техника для тушения лесных пожаров пополнила автопарк пяти алтайских лесничеств. Ключи от новеньких пожарных машин, бульдозеров и тракторов, которые приобрели по нацпроекту «Экология», накануне вручили работникам хозяйств. Большую часть техники распределили на юго-запад края, где этим летом установлен своеобразный рекорд по числу пожаров из-за сухих гроз. Тему продолжит Елена Макаренко. Машинист Боровлянского лесхоза по-хозяйски осматривает новый трактор Б-9. Мощная машина челябинского производства скоро пополнит парк родного лесничества и сможет выручить в случае крупного торфяного пожара. А это под силу далеко не каждому агрегату. Когда ДТ-75 уже не может ничего сделать, когда его глубины не хватает, там торф, потому что на помощь приходит только такая техника тяжелая. Алтайские лесничества сегодня остро нуждаются в технике и инвентаре для тушения пожаров. Последние в нашем крае случаются все чаще. И по прогнозам ученых-экологов, в ближайшие годы огонь в лесу может натворить еще немало бед. А многие машины, которые специально предназначены для тушения пожаров, морально устарели. Пожарная машина у нас с 80-х годов. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло бы в 90-е годы, когда происходило сокращение армии. Из армии пришли зелы из химических войск, так называемые Арс-14. За счет них выживаем, потому что специальные пожарные техники не так уж часто нам дают. Но ситуация постепенно все же выравнивается. Так, по нацпроекту «Экология» за три последних года на улучшение материально-технической базы алтайских лесничеств выделено около 400 миллионов рублей. Приобретено свыше 100 единиц лесопожарной техники. 24 спецмашины закупили в этом году. Мы получили 24 единицы, а так в планах было 25 единиц. То есть вот эта тема, вынуждены были заново проводить аукционы, потому что ценовая в течение лета, когда немножко прыгнула, но в любом случае сейчас стабильно все. У нас на подходе еще две единицы, которые мы получим в октябре, в конце сентября, в октябре. Большая часть техники распределена между лесничествами юго-запада края. Ведь именно там, в засушливых степных районах, лес от огня страдает чаще всего. Это лето, говорят специалисты, и вовсе можно назвать аномальным. Только от молний случилось 277 возгораний в лесу. Одно из них в Угловском районе стало неконтролируемым и перешло в верховой, самый опасный пожар. В тот же июль месяц, когда в один из дней только произошло на территории двух районов Микаловка и Угловского 49 пожаров. Представляете, что такое, как работала техника, как работали люди. В таких ситуациях людям без специальной техники точно не выстоять. А в комплектацию одной только пожарной машины входит несколько десятков различных предметов для борьбы с огнем. От мотопомп и лопат до рукавов и емкости под воду. Совсем скоро все это будет на вооружении у сотрудников Степно-Михайловского, Ключевского и других лесничеств края. С учетом этого поступления техники в крае сейчас насчитывается около 200 лесопожарных машин. Новых из них – половина. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 500 миллионов рублей из краевого бюджета выделили в этом году на обновление материально-технической базы домов-интернатов и социальных комплексных центров. К улучшению условий проживания людей в таких учреждениях в последнее время призывают на государственном уровне. От того, насколько окружены заботы престарелые и инвалиды, судят об уровне развития региона в целом. Что в этом смысле уже сделано в нашем крае и какие проблемы еще нужно решить – об этом в следующем сюжете. Наталья – постоялец Озерского психоневрологического интерната. Живет здесь несколько лет и ей есть с чем сравнить новые условия. Было хуже, сейчас стало лучше. А чем лучше стало? Ну, все поменялось и что все новое. Вы участвуете в творческой самодеятельности? Поете? Да, и сама танцы оставляю. Жизнь в интернате теперь и правда кипит. Часто устраивают интересные мероприятия. К примеру, в день нашего визита проводили сразу два праздника – мороженого и красок. Все проживающие могут заниматься тем, что душе угодно – рисовать, петь, танцевать или играть на гитаре. Ведь сейчас для этого созданы все условия. Развивающие приспособления, уютное место с водопадом для отдыха и сенсорная комната. Сенсорная комната, она именно создана для психоэмоциональной разгрузки, для улучшения настроения проживающих, для психологической и психической разгрузки наших проживающих. Эксенсорный дождик, за него можно подержаться, то есть он дает определенную такую гармонию. Все эти новшества появились в Озерском интернате благодаря возросшему финансированию из краевого бюджета. Регион начал обновлять базу социальных учреждений, в том числе стационарных, которым 50 лет и больше. Часть строений давно морально устарела и остро нуждается в комплексном обновлении, повышении противопожарной безопасности и соответствию современным СанПИНам. Улучшение материальной базы – одна из задач и федерального пилотного проекта по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Эта программа предполагает совершенно иной подход каждому постояльцу социальных и психоневрологических учреждений. Самое важное – поменять менталитет людей, чтобы они понимали, что работать так, как работали раньше, накормить, одеть, напоить людей уже не получится. Здесь самое важное в уходе – это, конечно же, чтобы наши проживающие индивидуально чувствовали на себе ту заботу, которую персонал должен проявлять в их адресе. Для маломобильных постояльцев в Озерском интернате построили специальную лестницу «Пантус». И теперь они могут беспрепятственно спускаться со второго этажа на первый, выезжать на прогулку. В целом, на улучшение материально-технической базы только этого учреждения в 2022 направили порядка 10 миллионов рублей. А всего до конца года больше, чем на 500 миллионов рублей в крае улучшат условия содержания почти 100 учреждений данного профиля. Это больше, чем в ряде других регионов страны. Но учитывая увеличение продолжительности жизни населения, а она хоть незначительно, но растет, Необходимость в увеличении финансирования действующих домов-интернатов в ближайшие годы будет только возрастать. К тому же, некоторые из заведений необходимо заменить на современные пансионаты. Но пока это в планах. Елена Макаренко, Ольга Иванова, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайский край в ближайшие выходные приедет сестра второго космонавта Германа Титова. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Безрукова. 11 сентября на Малой Родине отметят 87-й день рождения нашего земляка. Кстати, родная сестра Титова, Земфира Степановна, не была на Алтае 40 лет. Ей за 80, и она приезжает уже буквально на днях поездом. И все те объекты, которые мы с вами уже 20 раз видели, она не видела в принципе. Она последний раз была, когда музей был в сельской школе. И все, что было построено далее и закончилось детским музеем, Ласточкиное гнездо, домик детства, она увидит впервые. Она знает об этом только по рассказам. Поэтому это будет историческая встреча, очень интересная. Приедет в этот раз на встречу со школьниками края и космонавт Андрей Борисенко. В его послужном списке два космических полета. На территории музея находится спускаемый аппарат от корабля, на котором летал Борисенко. Его встреча в музее пройдет в воскресенье в 12 часов. Полная афиша мероприятия на сайте музея. И к другой теме. Рядом с Бирюзовой Катунью в эти выходные завершился международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай-притяжение». Показать свои таланты съехались мастера из 11 регионов России, Казахстана, Белоруссии и Сербии. Сколько дней нужно на создание шедевра, знают мои коллеги. Идти на звук пилы. Вот такая атмосфера на международном фестивале деревянной скульптуры «Алтай-притяжение». Сейчас у участников особый конкурс. Он так и называется – «Быстрая пила», когда за 40 минут мастерам нужно вырезать небольшие скульптуры на тему легенд и сказок народов мира. Уже второй раз «Бирюзовая Катунь» – точка притяжения всех неравнодушных к художественной резьбе из дерева. Здесь соревнуются и в личном зачете, и в командном. Евгений Гомонов вместе с Оксаной Ласьковой – мастера из Москвы. Они работают командой «Лев и тигрица». Здесь же создали скульптуру «Кочевые легенды Алтая». С ней же выиграли. Нашли вот такую идею с конем. И нам показалось это очень верным. В плане, ну, тут была принцесса Укока найдена, вот эта вся история. Нам показалось это вот намного самое близкое решение к этой ситуации именно в контексте нашего праздника, фестиваля. Эскизы авторы разрабатывали заранее. Вырезать фигуру нужно было за семь дней. В этом году здесь работал 31 мастер – из России, Казахстана, Белоруссии и Сербии. Жюри оценивали технику, выразительность и целостность. Говорят, было непросто. А тут вы знаете, вот как сказать, вот этот лучше, чем этот. А вот как сказать ему, что он хуже. Тут таких вообще не должно быть слова. Как правило, приезжают лучшие. И очень тяжело. Очень тяжело сказать, что вот это достоин первого места, а вот это третьего. А это вообще ничего не достает. Поэтому это такая и психологическая нагрузка, и она такая вот бессонная ночью начинается сразу. После фестиваля на территории Алтай парк-отеля останутся 16 работ. Еще пять увезут в другие точки края. Например, скульптуру с кошками установят в Алтайском возле гостиницы для кошек. А художник, равновесие и павлин уедут в Барнаул. Их планируют поставить около детской краевой больницы. Анна Рашигирова, Ольга Иванова, Алексей Фризин. День с толком. 12 сильнейших теннисных пар, 24 игрока. Музыканты, бизнесмены, обычные любители тенниса сразились на Барнаульском корте в эти выходные. Турнир по парному теннису, который проводится в Край впервые за 10 лет, прошел в спортивном клубе «Чемпион». Нашей съемочной группе удалось пообщаться с алтайскими звездами большого тенниса от совсем юных до спортсменов солидного возраста, которые дадут фору любому. Как правильно держать ракетку, чтобы победить? Вот так. Можно я попробую? Да. То есть не вот так, а вот так? Нет, вот так. Вот так. Ого, так это руку больно. Начинающим крайне сложно, зато 8-летней титулованной Насте проще некуда. В конце августа девочка выиграла личный турнир в США, обойдя соперников из 52 стран. Сегодня смотрит на более взрослых коллег. Мощная подача, крепкая ответочка. Двое теннисистов по одну сторону корта, по другую их соперники. Тактика. Здесь силу удара сильно не решает. Все по технике, все по тактике. Вот. Сильно бить не надо. Подача, выход к сетке и бить с лета. Такой маневр. Да, маневр. Либо укороченный удар под сетку. Неожиданный. Замахнулся удар и сделал укороченный. Это непередаваемые эмоции. Это накал страстей и психологии. Я советую всем заниматься большим теннисом, потому что благодаря этому виду спорта все смогут познать себя. Сколько калорий потеряли? Слушайте, я не думаю, что много калорий потерял, потому что парный теннис – это не совсем энергозатратный, так скажем, вид спорта. Потому что ты играешь с напарником и можешь себе позволить где-то постоять, где-то не бежать и так далее. Поэтому если бы было одиночное соревнование, я бы потерял очень много. Так, ну в принципе, даже не устал. Плотно есть перед стартом, кстати, нельзя. Такая примета. Значит, просто не буду бегать. Ну, прям таких не могу сказать прям примет. Наверное, да, то, что вот если мяч проигранный, этот мячик убираю и беру другой. Такое есть. Вот, я не знаю, как я обижаюсь на мячик. Беру другой. Час с ракеткой бодрит сильнее кофеина. На корте известный музыкант Владимир Кислов. Музыка – любимая профессия. Теннис – любимое увлечение. Благодаря своим концертам Кислов встретил легенду тенниса – бывшую первую ракетку мира Новака Джоковича. Я так потом только понял, что этот Джокович вчера у нас стоял в ресторане и танцевал, отдыхал после победы на чай на опыт. Такое безумие. В турнире участвовали сотрудники городских предприятий, в том числе и комбината железобетонных изделий. Там трудится 600 человек. Практически все со спортом на «ты». Наши сотрудники также представлены в этом парном турнире, с чем я их и поздравляю. И, в принципе, всех гостей поздравляю с тем, что такие турниры случаются, в том, что появляются победители. У нас есть возможность этих победителей увидеть, наградить. Любительский теннис на Алтае развит высоко, но и профессиональный тоже не отстает. Рассказывает отец алтайского тенниса. У нас в крае сейчас, ну вот я давно в теннисе, практически такая уникальная ситуация, когда примерно одного возраста, я имею в виду мальчики-девочки, ну скажем так, 7-12 лет, ну где-то, скажем, примерно 12-15 игроков примерно, ну плюс-минус одного уровня. То есть как бы есть с кем бороться. Можно здесь проводить турниры РТТшные 9-10 лет и не выезжая за пределы Барнаула расти. Сегодня эти юные спортсмены тоже на корте. Открывали турнир и учились у любителей тенниса фишкам и мастерству. Кстати, в любительском парном турнире победу взяли фавориты. Андрей Абрамов и Павел Кученев. И даже травма ноги у одного из напарника не помешала им взять пьедестал. Победители турнира. Сейчас денежные преды. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует.